Полгода назад им объявили о полном освобождении от террористов, но запах войны жители Масула ощущают до сих пор. Войска коалиции, возглавляемые США, за собой оставили много следов. Мимо разлагающихся трупов дети ходят в школу, их родители в магазины. Тела террористов и убитых местных жителей никто не спешит убирать. Где правительство, которое обещало очистить Масул от тел погибших? Из-за них может начаться эпидемия. Да, власти раздают нам еду, например, рис и хлеб. Но какой в этом толк, если мы живем рядом с трупами? Они тут повсюду. Не лучше ли прислать автомобили и очистить город? Или правительство только обещать умеет? Большинство районов Масула лежат в руинах после бомбежек коалиции. Жители говорят, где смогли, очистили улицы сами. Но своими силами с таким объемом боевого наследия не справиться. Тела женщин и детей повсюду. А ведь еще в июле прошлого года коалиция во главе с США объявила о победе и начале новой жизни. Оставшимся без домов людям обещали восстановить разрушенный город. Мы не видели никакой помощи с тех пор, как 7 месяцев назад они заявили о победе. Только однажды я получил маленькую коробочку с едой. Второй по величине город Ирака Масул. Боевики запрещенной группировки ИГИЛ захватили в 2014 году. В соборной мечети лидер террористов Абу Бакр Аль-Багдади провозгласил создание халифатов в Ираке и Сирии. Активная фаза операции правительственных войск и коалиции началась в 2016 году. Битва за Масул стала решающим этапом в военной операции. Сообщается, что сейчас США активно выводят свои войска из Ирака. Военных оружия и снаряжения перевозят на базу в Афганистан. Америки явно не до наведения порядка в городе. А местные власти после того, как вот эти кадры были обнародованы, кажется, начали шевелиться. Нашли порядка 500 тел погибших, которых уже практически невозможно опознать. Михаил Чебаненко, телекомпания НТВ.